Недавно в Курганскую область из Украины прибыло 30 специалистов, имеющих медицинское образование. Среди них 10 врачей, 2 младших медработника, а также средний медицинский персонал, фельдшеры, медсестры и акушерки. Начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Департамента здравоохранения Курганской области Елена Баева рассказала, что специалисты Департамента организовывали встречи граждан из Украины с потенциальными работодателями и арендодателями. Мы готовим пакет документов для каждого специалиста, плюс заявки, плюс информация по даже агентствам недвижимости, потому что это связано с поисками жилья в том числе. Мы ведем учет персональные, анкеты составляем и каждому приезжему специалисту с медицинским образованием предоставляем информацию по установлению эквивалентности диплома, полученного за границей и российскому диплому, и по сдаче квалификационного экзамена. Многим вынужденным переселенцам предоставили служебное жилье. Некоторые снимают сами. Но учреждения, где они работают, возмещают часть суммы за аренду. Эвелина Куденко переехала из пункта временного размещения беженцев в квартиру несколько дней назад. Ей предложили работу акушеркой в Курганском перинатальном центре. Работодатель пообещал ей компенсировать 4000 рублей за аренду квартиры. Эвелина рассказала, она довольна новым местом работы. Когда я поехала, посмотрела, конечно, я была шокирована. На высоком уровне все. Все сверкает, новое оборудование. Конечно, у нас на Украине тоже новое оборудование, но не настолько, как здесь. Все настолько коллектив исключительный, настолько приняли хорошо, все такие отзывчивые. В ближайшее время в Курганскую область из Украины должны приехать еще около пяти специалистов в сфере медицины. Вынужденным переселенцам будет оказываться адресная помощь. Из федерального бюджета на эти цели выделено 642 тысячи рублей. Елена Валиева, Глеб Печорских, Светлана Пестерева, информационное агентство Курганру. Продолжение следует...